Выпускники Театрального института показали свою первую самостоятельную работу, пьесу Карла Гоцци «Ворон». Классический текст актеры разыгрывали под револьверную пальбу и песни Дэвида Боуи. Что из этого получилось, увидел Станислав Якушевич. Перед генеральным прогоном актеры еще раз проходят заключительные сцены. Одни повторяют текст, другие репетируют музыку для финала. Стажеров Иван Орлов заставил на сцене играть вживую. Алексей Корнев, например, впервые в жизни сел за ударную установку. Подошел ко мне Иван Павлович и сказал, с ритмом дружишь? Я говорю, нет. Я сказал, да. И в итоге он сказал, будешь играть. И все. И Роман Саланович меня научил играть. И научил только эту партию. Но я не хочу останавливаться, потому что мне это понравилось. Я вошел во вкус. Для первого показа студийцев режиссер выбрал непростую пьесу. «Ворон» Карла Гоцци «Сказка для театра». В сюжете нет логики. Все персонажи – это маски комедии Дель Арте. А их речь – классический пятистопный ямб. Ой, это нестерпимое мучение, которое меня лишает жизни. Смущает верных подданных моих. Чтобы удержать зрительское внимание, актеры с ловкостью цирковых акробатов лазают по декорациям под баллады Дэвида Боуи и не расстаются с пистолетами. Из-за чего сказочные герои стали похожи на бандитов из дешевых криминальных боевиков. Полтора месяца каких-то сумасшедших приносов. Вообще непонятно, как встраиваем их вещей в конструкцию этого спектакля. Но я могу сказать точно, что 70% спектакля – это наши приносы, то, что я приносил, ребята приносили. Все это такой сплав. К финалу спектакль обретает традиционные черты. Все меньше в нем остается сценических аттракционов, все больше переживаний, психологической рефлексии и монологов о поисках внутреннего героя. В себе пытаемся найти его и понять, имеем ли мы право называть себя героями. Даже не в большой, не в глобальной проблеме, а в какой-то, может быть, даже бытовой повседневной ситуации. Сыгранный азартно, поставленный изобретательно и смело, Ворон обращен к молодой аудитории. И наверняка будет иметь успех у зрителей одного поколения с актерами. Станислав Якушевич, Олег Макаров, Новосибирские новости.